Приветствую, друзья! В результате сложного обмена на свободу смогли выйти российские политические заключенные и взятые путинским режимом в заложники иностранные граждане. Владимир Карамурза, Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Эван Гершкович, Александр Скочеленко, Олег Орлов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Алсу Курмашева, Вадим Астаня. Я очень рад за каждого из них, за их родных и близких. Особенно сильные личные чувства вызывают освобождение из плена, другими словами, жуткий 25-летний срок я назвать не могу, моего товарища и соратника Владимира Карамурзу. Все два года с момента задержания и ареста Карамурзы на каждой международной встрече я говорил про необходимость добиваться освобождения Владимира. Я бесконечно счастлив, что это произошло. Я счастлив за Владимира, за его жену Евгению, за их троих детей. Я также лично очень рад, что на свободе и вне досягаемости путинских силовиков наконец оказался Андрей Пивоваров. Срок Андрея и так подходил к концу, но я знаю традицию навешивать новый срок в самом конце первого. И поэтому очень переживал за Андрея. Обмен готовился в достаточно сжатые сроки. Ситуация осложнялась тем, что обмен был сложно структурирован и происходил с разбросом по времени на территории разных стран. Зная о происходящем, я до последнего момента очень волновался, что что-то может пойти не так. И вот, наконец, можно с облегчением выдохнуть, поскольку все заложники Путина, включенные в переговоры об освобождении, вышли на волю. Этот обмен с заключенными примечательен тем, кого на кого поменяли, поскольку много говорит о приоритетах и ценностях, готовивших обмен сторон. Вот кто вышел из путинских колоний? Владимир Карамурза. Политик, активист, всю жизнь посвятивший отстаиванию либерально-демократических ценностей. Был осужден за свою последовательную антивоенную деятельность. Арестован в тот момент, когда из принципиальных соображений вернулся в Россию, жизнь без которой не мыслил. Илья Яшин. Демократический политик, глава муниципального совета Красносельский в Москве. Осужден за антивоенную позицию. Принципиально отказывался уезжать из своей страны даже под риском уголовного преследования. Андрей Пивоваров. Политик, глава открытой России, отсидевший больше трех лет за участие в деятельности нежелательной организации. Ксения Фадеева. Глава штаба Навального в Томске. И Лилия Чанышева. Глава штаба в Уфе. Вадим Астанин. Штаб в Барнауле. Девять, семь с половиной и девять лет за участие в политической организации Алексея Навального. Олег Орлов. Сопредседатель правозащитного центра «Мемориал». Два с половиной года за антивоенные высказывания. Александра Скочеленко. Художница. Семь лет за антивоенные надписи на ценниках в магазине. Эван Гершкович. Гражданин США. Репортер Wall Street Journal. Шестнадцать лет просто за работу журналистом. Алсу Курмашева. Журналистка Радио Свобода. Осуждена за профессиональную деятельность. Несколько граждан Германии и США, арестованных, осужденных в Беларуси и России просто ради обмена. Посмотрите, кого в рамках этого обмена захотел вернуть к себе Кремль. Вадим Красиков. Уголовник наемной убийцы, на счету которого несколько жертв. Убитых как по заказу спецслужб, так и просто за деньги. Красиков был задержан в Германии и в Берлине через несколько минут после заказного убийства в интересах групп. Роман Селезнев, получивший в США 27 лет за кражу персональных данных и кибермошенничество на сумму 170 миллионов долларов. Владислав Клюшин. 9 лет тюрьмы в США за компьютерные взломы и инсайдерскую торговлю. Вадим Конощенок. Контрабанды, обход санкций. Супруги Дульцевы. Павел Рубцов. Михаил Микушин. Шпионы-нелегалы. Как вы видите, в обмене прослеживается очевидная закономерность. Последствием обмена из российских тюрем вытаскивают невиновных людей, антивоенных активистов, демократических политиков, журналистов, просто случайных иностранцев. Путинский режим, в свою очередь, бьется за освобождение наемных убийц, мошенников, киберпреступников, отмывателей денег и диверсантов. Для Путина эти преступники – близкие и родные люди. Он считает их героями и с почетом возвращает домой. Пожалуй, ни одно действие, ни одно событие так ярко не характеризует режим, как этот обмен. Это Ройловский мир. Это мир, где справедливость и право вывернуты наизнанку. Государство хватает и отправляет в тюрьму невиновных людей, просто чтобы иметь обменный фонд для вызволения убийц, мошенников и воров. Свободное высказывание, независимое мнение, стремление к защите прав, борьба за мир – это преступление, за которое могут дать 25 лет тюрьмы. И, напротив, убийство людей за деньги, воровство кредиток в интернете, обогащение на инсайдерской торговле, подготовка диверсий – это доблестные деяния. Таких людей надо вытаскивать из западных тюрем и спасать. Возможно, их еще наградят по возвращению. Ну или помогут с карьерой, как это уже было с отравителем Луговым, контрабонтистом Ярошенко, а также со знаменитым торговцем смертью Виктором Бутом, про которого даже снят голливудский фильм «Оружейный барон». Интересно, кстати, посмотреть на эволюцию обменов заключенными с западом. Прошлый большой обмен состоялся в 2010 году, и тогда одних шпионов меняли на других шпионов – Анну Чапману на Сергея Скрипаля, что, в общем, соответствовало международным стандартам и практикам. Да, иногда бывает, что разведчики разных стран попадаются и арестовываются. В таком случае происходит обмен, и все возвращают своих. Но за последние 14 лет путинский режим прошел длинный путь, и теперь свои – это не столько нелегалы, сколько уголовники, причем в большинстве своем, действовавшие просто в личных корыстных интересах. И мы вернем всех, кто попал в беду за пределами Родины. Мы о них позаботимся, и они тоже будут с нами. А не свои, которых надо держать в тюрьмах, а потом в результате обмена выкинуть из страны – это диссиденты, демократические политики и выступающие против войны люди – лучшие на самом деле граждане своей страны. Но они этому режиму не нужны, он их боится и ненавидит. Обязательным условием обмена российских политзеков был отъезд из страны. Я знаю, что для многих из них это был очень тяжелый компромисс. Но сегодня вы сделали правильный выбор. Вы еще вернетесь в Россию. Свободную Россию. Мы все вернемся. Счастливо вам. Освобождение политзаключенных – это большая радость для них и для их близких. А еще это везение для нашей страны, ведь они еще многое для нее сделают.